всем привет всем добрый вечер меня зовут мика хигай первый стармастер в казахстане и мы первые кто вошел в royal club в королевский лидерский клуб из снг всем добро пожаловать обучение путь лидером мы заканчиваем первый уровень с вами заканчивается первый месяц нашего замечательного обучения и это очень радостно когда завершается первый этап вы готовитесь ко второму сегодня у нас очень интересная тема обожаю эту тему это тема личный бренд и постараюсь сегодня вам раскрыть как можно больше чтобы у вас пришло осознание вообще для чего это нужно и как это развить максимально мы стараемся для вас на запаситесь блокнотом ручкой все равно вот когда я даже занимаюсь обучаюсь я всегда все записываю когда я слушаю аудиокнигу я записываю это мне помогает в обучении то есть возможно это мой стиль обучения но возможно он вам подойдет тоже потому что когда мы записываем и слушаем до параллельно мы у нас откладывается в голове лучше полочкам все становится мы записываем какие-то ключевые моменты не обязательно потом к этим записям возвращаться не обязательно потом их пересматривать просто именно в этот момент обучения важно делать эти записи чтобы они лучше усвоились и лучше сохранились нашей памяти поэтому такой вот совет всегда записывать все что говорят даже когда я проходила курс по скорочтению и по общем такие как лучше обучаться то там еще нам рекомендовали делать mind map это вот такие карты в середине например тема и от нее идет разветвление и там вот делаешь кружочки и в общем это для чего нужно для того чтобы лучше усвоить тему все лучше понять поэтому до записи вот поэтому такой вот совет обязательно блокнотики ручки и хорошее настроение улыбки ваши осанка всегда помните да что уже ваш личный бренд начинается с вас уже даже если никто не видит все равно вы уже как-то себя поассценируйте давайте я вам покажу свою презентацию ну что начинаем первое первый слайд что такое личный бренд и я попрошу вас активно участвовать в чате напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу потому что я знаю что у нас такая аудитория собралась очень подкованная как вы понимаете это и ваши мысли так имидж елена написала я пока принимаю любые ответы потом покажу вам что я приготовил какой текст какое определение стиле жизни стиле работы то что человек создает сам вложив свои мысли и труд классно всю себя да а то я это атоме атоме ты я а вот именно про личный бренд отличительная черта позиционирование себя в соцсетях то личное пространство имя узнаваемость особенность это то как ты себя чувствуешь и как тебя видят люди то что создано своими мыслями личный профессиональный образ собственное дело эта страница в инстаграме например youtube индивидуальность бренд это узнаваемость имя личный бренд это я пишет визитная карточка любимый бренд это то как мы преподносим наш продукт твой способ преподносить вот слышите очень классные ответы нам пишут читайте тоже чат пишите свои идеи это образ жизни мои мысли и особенности уникальность мой личный бренд это товар который пользуется спросом образ энергия личная энергия прикольный ответ не нравится бренд репутация индивидуальность фишка своя какая-то которой нету других как ты выглядишь и выпишите себе блокнот или на бумагу что понравилось какой ответ понравился как что откликнулась качество узнаваемость личная страница все о себе профессионализм имидж образ это когда вас рекомендуют те кто не был вашим клиентом то чем отличает тебя от других личный контент образ классно вот такие вы молодцы я была уверена что вы справитесь напишите классные варианты супер фишки инструменты узнаваемости индивидуальность харизма то с чем тебя лично ассоциирует спасибо вам большое супер мне очень понравились ваши ответы давайте посмотрим что я какое определение я нашла для сегодняшней презентации личный бренд давайте зачитаю образ который складывается во а вас в профессиональном сообществе а за этим образом может быть все что угодно принадлежность к определенной компании обладание навыками и умениями сильные качества сильные личные качества во-первых личный бренд состоит из репутации это основа во вторых важен охват то есть важно чтобы о вас говорили хорошо и при этом часто то есть очень много из похожего то что вы написали дальше бизнес-рынок сша активно поставляет личные бренды джев пезос илон маск дональд иванка трамп опра винфри ричард брэнсон и это этот список прям резиновый да очень много личных брендов людей которые вот все знают любой успешный в своей области профессионал который грамотно сумел развить и продать свой имидж мало добиться профессиональных успехов нужно не забывать о крепко выстроенном имидже точнее сказать это вещи взаимосвязаны успешно продвигая свой бизнес не забывайте продвигать себя и тогда ваши личный бренд будет помогать продвижению бизнеса успешно продвигая свой бизнес подвигаем также себя дальше при построении личного бренда прежде всего нужно помнить что репутация а кто-то написал тоже такой ответ репутация очень важно это касается и деятельности в реальной жизни и личных страниц соцсетях соцсети кстати было тоже очень много в комментариях сегодня достаточно сделать репост сомнительной новости и обозначить свое присутствие в пабликах с неподобающим содержанием чтобы на вас обрешались с критикой репутация успешного личного бренда может пошатнуть даже неаккуратное необдуманное высказывание интересно на что настолько вот эта репутация она хрупкая поэтому нужно всегда держать руку на пульсе помните что чем бы вы не занимались будьте честным это аксиома как только знакомые или просто фолловер уличат вас по лжи читайте личную бренду пришел конец исключение из этого правила нет и как в случае с предыдущим пунктом речь идет и о офф и онлайне не забывайте о том насколько важную роль играет эмоциональная привлекательность вас как бренда пусть ваши мысли слова поступки играют на руку эмпатии окружающих постарайтесь делать так чтобы ваша профессиональная деятельность ваша личность внушали окружающим восхищение уважение и надежность да я эти определения взяла с сети думала что начну с именно с них чтобы задать тон на вообще как позиционируется личный бренд сейчас какое определение ему дают профессионалы в этой области вы можете записать да отсюда что-то какие-то ключевые слова что такое вот лишь взять личный бренд в круг и оттуда я разветвление что личный бренд это для вас и что важно да как репутация важно честность важно чтобы о вас говорили говорили при этом часто премьеры можете написать личных брендов в мире и что важен имидж да мы также мне понравились профессионал вы профессионал который грамотно сумела развить и продать свой имидж такие вот слова но дальше давайте вот я думаю вы узнали этих двух людей приводим в порядок да то есть говоря о личном бренде нам очень много нужно привести в порядок потому что все имеет огромную огромное значение начиная с внешнего вида начинаем с тела да то есть атоме позиционирует себя как компания которая дарит нам красоту тела и внутри да изнутри и снаружи мы красивые поэтому этому нужно соответствовать мы продукт продукта это значит что мы всем пользуемся и мы пышем здоровьем красотой уверенностью в себе это важно поэтому нужно конечно же привести в порядок наше тело деловой стиль в одежде аксессуарах почему именно деловой стиль и потому что атоме это бизнес серьезный бизнес и здесь важно что мы себя ассоциируем как бизнес леди до бизнесмен и и почему эта фотография выбрала потому что вы видите марк сукерберг с женой пресцилла чан и они когда выступают ну футболочки да это такое кежил стиле такой вот наверное бы мы с вами если бы встали на сцену семинара томи мы бы не оделись так да но им доказывать нечего они мультимиллиардеры то есть вот станете мультимиллиардерами можно идти одеваться как хотите но сейчас нам важно нас важно деловой стиль это просто ну как говорят судят по одежке досуде по обложке книги далее то есть я вам еще покажу фотографию здесь вот конечно же у у этой пары звездной пары есть такие мероприятия где они выглядят вот ну очень так официально очень красиво но они делают это очень редко нам надо с вами сделать наоборот нам надо с вами выглядеть вот так вот красиво по деловому постоянно а когда мы появляемся на людях даже когда мы там stories записываем дома все равно это важно а вот так вот да кежил такой стиль мы уже будем с вами так вот одеваться когда вести мы достигнем империал мастера и у нас все будет супер то есть нам уже уже наша репутация будет идти до того как люди нас увидят то есть это будет уже не так важно сейчас это очень важно поэтому приведите в порядок свою прическу свой внешний вид если вы женщина то обязательно да у нас есть прекрасные уходовые средства и косметика мужчинам тоже уходовые средства важны потому что как мы очищаем кожу как мы приводим ее в порядок ухаживать за ней это вот ее молодость и и здоровый вид также у мужчин тоже появилось тональное средство почему нет если мы работаем с камерой там это важно вот следующие то есть мы привели порядок в свой внешний вид следующая фотосессия с командой с товарами очень хорошо бы сделать потому что нам нужны хорошие качественные фотографии сейчас это прям вот важно и у нас есть да такие примеры в нашей команде что у нас прям делали специально фотосессию даже если у вас нет сейчас средств делать фотосессию прям вот в студии можно сделать этого дома если у вас хороший телефон хороший телефон это тоже кстати инвестиция свет выставить продукцию поставить ну то есть это можно сделать в любом случае но в любом случае вам нужны хорошие фотографии хорошие видео вот если вы сможете сделать такую фотосессию с командой если у вас уже есть команда это будет очень круто с товарами тоже на потому что ну мы пишем посты в инстаграм всегда это вот нужно и почему именно фотосессия это когда вы фотографируетесь ваше лицо будет везде до появляться мы развиваем так также наш личный бренд фотосессия вот ваши фотографии в хорошем качестве это важно аватарки статусы опять же эти фотографии вы можете использовать как аватарки и это очень круто когда вы в ватсапе в телеграме в зуме и в других соцсетях и других мессенджерах ставите свои качественные хорошие фотографии так как вы позиционируете уже себя как лидера томи поэтому важно чтобы у вас статусы до соответствовали аватарка соответствовал тому что вы как вы себя какой образ вы выставляете на показ упаковка соцсетей об этом подробнее поговорим чуть позже но это тоже важно мы работаем со всеми контактами да мы рады всем в атоме регистрации могут неожиданно прийти даже в любой момент поэтому нужно подготовиться к этому моменту и упаковать свои ну как так и мессенджеры и социальные сети вот все чтобы соответствовать мы сейчас заботимся о качестве поэтому упаковка соцсетей это важно техника мы говорили да с вами о том что нужен нам хороший телефон хорошо было инвестировать в хороший телефон если у вас постоянно заканчивается память я помню у меня была такая проблема у меня был тогда iphone не помню 6 кажется и начале нашего пути два года назад постоянно была проблема хочется много-много постов сделать скриншоты сделать и не позволяет память и это очень сильно мешает работе поэтому памяти должно быть много у меня сейчас телефон с огромной памятью еще и я добавила туда карту дополнительная память то есть у меня очень много памяти это мне важно и сейчас нашем современном мире это конечно же важно ну и периодически нужно все вот эту все медиа опустошать в компьютер или ноутбук периодически чтобы памяти всегда было много мы смогли чтобы работать максимально и хотелось бы услышать ваши идеи давайте сейчас вернемся в чат ага вот какие еще идеи что мы должны привести в порядок как вы думаете снежана пишет что они без пафос пафоса люди для людей да но когда я говорю вот ставлю примеры да тут пишет марк супер не в атоме но он богатый человек до миллионеры это то к чему мы стремимся и я желаю вам чтобы вы сам себя смотрели самых лучших в любой сфере да в бизнес сфере они самые топовые да это четвертый человек в мире хорошо знать продукцию маркетинг привести вот это в порядок да свои знания свою экспертность классно все начинается с мышление согласно да нам нужно с вами мышление лидера богатое мышление да перейти вы именно в это состояние что благополучие успешности знать хорошо продукт маркетинг план экспертность там мне кажется самое главное удобство каждой свои нравы интересно интересную тему приводим в порядок еще какие идеи у вас есть хорошая камера да пишет татьяна согласна привести в порядок саму страницу да об этом мы чуть позже поговорим любить в первую очередь компанию классно коммуникабельность ораторство да и знаете да что если у вас какой-то сфере вы чувствуете что чего-то не хватает вы всегда можете этому обучиться то есть сейчас это огромное количество возможности как вы можете эти навыки свои прокачать заинтересовать людей чем-то приводим в порядок свои мысли планы приводим в порядок знания индивидуальность быть уверенной цель любить продукт знать продукт пробовать на себе и рассказывать приводить привести в порядок искренность ну супер поняла спасибо вам следующий слайд давайте посмотрим а давайте приведем в порядок наше рабочее место напишите пожалуйста в чат в какое у вас рабочее место сейчас один или два один это на кровати да вот мое рабочее место диван или кровать или два у вас есть стол у вас есть стул ну все мы такие молодцы у вас есть одна однерка спасибо за честность это супер бывает конечно же мы приходим в атоме на ведь как новички пока еще не все готово не сразу все да ну появились еще единицы спасибо вам было такое задание да я люблю кровать на не сомневаюсь мы очень любим кровати можно и сидя и лежа дано но я говорю в общем да когда мы настраиваемся и садимся за рабочий стол когда как пишут я сейчас поездки не особо удобно сижу тетрадь ручка за столом сиди между один и два еще дети вокруг да классно понимаю не так же в туалете и думаю это шутка один и бывает два ну да у нас бизнес такой что 24 на 7 мы мы работаем и ну порой бывает да что и лежа и сидя но и я рекомендую вам все-таки второй вариант чтобы настроиться на работу и знать насколько это важно важно наш бизнес это очень важно поставить его в приоритет найти место в своем доме поставить себе стол стол чтобы вам было светло что вам было удобно чтобы вы могли выходить в прямые эфиры и не заботиться о том что там сзади происходит то есть все настроить для своей работы это важно да рабочее место есть молодцы вот и это даже помогает нам когда у нас есть рабочее место мы сразу в рабочее состояние входим и когда вы выходите например stories или эфиры делаете какой-то какие-то ролики записывать у вас есть уже все по полочкам расставлено потому что у вас на столе стоит также блокнот ежедневник куда вы записываете свои мысли ну вот мы привыкли со школьной скамьи даже в детском садике да мы привыкли садиться и когда мы садимся мы входим в это рабочее состояние и делаем до работаем то есть когда мы лежим такого это состояние теряется да ну то есть можно там вот на какие-то мысль отвечать если что-то срочное это конечно даже общаться можно лежа но именно когда вы хотите эффективно работать делать посты и там или ролики то важно вот это вот именно рабочее место поэтому я желаю вам чтобы вы скорее оборудовали его поставили все себе там как нужно постоянно поддерживайте порядок на рабочем месте чтобы не было лишних ничего это также в голове у нас тоже порядок сразу выстраивается на беспорядок на столе беспорядок голове а также и дома тоже для женщины важно чтобы был порядок всегда дома отлично хорошо с этим разобрались и для меня важно чтобы вы относились которыми как к работе до серьезной работе и давайте сейчас посмотрим на работу по найму ну какие есть что схожего а чем отличается бизнес в атоме давайте я снова послушаю ваши ответы в чате какие у вас есть идеи работа по найму versus да и и бизнес в атоме как бы что похожего что разного какие идеи вам приходят в голову сейчас диван не дает сосредоточиться на султан я с вами согласна целый день ходим сидим а слушать можно лежа даже когда вы проходите это обучение важно чтобы вы сидели за рабочим столом вот когда я прохожу обучение корейскому языку наших спонсоров для меня это важно я сажусь за рабочий стол беру там чтобы мне было светло беру бумагу ручку вот это вот все что но это помогает очень сильно так ну тут пошли идеи до работа по найму versus бизнес в атоме дисциплина найм это ограничение свободы свободный график потом меня напрягает работа по найму интересно никаких ограничений во времени и доходах классно так сам себе начальник мотивация работа на дядю или на себя дополнительный заработок свобода ты сам выбираешь рабочий ритм сам решаешь сколько времени тратить свобода выбора времени по найму не можешь время регулировать сам работа должна приносить удовольствие потом и работа для себя и для души в найме только по требованию работа на себя 24 7 а когда работаешь по найму закончу работу пошел домой заниматься своими делами забыв о работе потом и бизнес для людей нами то есть инструмент для заработка руководства так отсутствие начальников будильников отчетов совещаний там и бизнес каждого человека доход растет геометрической погрессии свободный график больше времени семьей согласно кстати да это был тоже важный момент для нас почему выбрали атоме любой стороне супер поймать по найму ты зависишь в атоме сам решаешь сколько и как работать свобода удовольствие определенные ограничения это по найму заработной платы есть да согласно в атоме нет заработной платы что на топа и что и полопа и стабильный доход любовь самое главное свобода сознание участие в бизнесе будущего как символ свободно очень много свободы у вас комментариях спасибо сам выбираешь коллектив свободный график сам контролируешь свое время этом это своего рода самореализация тренинг личностный работа по найму больше подчинения правилам супер возраст не ограничен точно про это забыла написать возраст не ограничен мы можем работать с любого возраста мы любому рады партнеру или клиенту в атоме должен выполнить все в срок есть это такое возможность найти новых единомышленников нами исполняет мечты начальства в атоме свои какие классные у вас идеи долгосрочные инвестиции в работе по найму нет развития личности есть только одно направление развития по специальности потом и всесторонне развиваешься и растешь как личность доход зависит только от тебя потом есть место творчеству развития общения свободы много на опыт образования не имеет значения супер да можно совмещать с учебой курсами есть поддержка в атоме никто не напрягает а ничего не напрягает достойное обеспечение старости спасибо вам большое за ваши ответы давайте вернемся к моей презентации ну да очень много того что вы сказали я тоже себя отметила что-то даже я не отметила да что вы написали что это здорово давайте посмотрим там и там есть рабочее место да у нас техника есть определенная сейчас потому что любой бизнес любая компания она работает с компьютерами там и есть и даже соцсети да уже нужны каждому бизнесу также в атоме нужно определенно держаться стиля в когда мы ходим в офис то работать также а в атоме это личный бренд ну тоже тоже стиль есть но это уже свой дальше оплата за часы работы по найму а в бизнесе атоме выплаты за результат за товарооборот то есть мне очень понравилось высказывание харва эгера что бедные люди работ отрабатывают часы работы а богатые они работают на результат дальше здесь престижности восклицательный знак престижно ли работает по найму когда ты заканчиваешь университет и думаю что да да это престижно ты себя чувствуешь очень важным ты собираешься на работу когда ты уже попробовал этот полет свободный полет свободное плавание ты уже конечно не считаешь так особо престижным ты хочется свободы и иногда да мы не кто-то кто не ничего не разобрался в атоме он не считает престижный нашу работу но это проблема в самом человеке потому что у нас очень серьезная компания престижная и международная например у меня когда я была студенткой меня очень восхищали люди которые работали в иностранных серьезных компаниях то есть я думала ну круто это вот топ и мы сейчас работаем как раз такой компании иностранные международные лидирующие компании и это очень престижно важно это понимать также атоме дает возможность пассивного дохода это когда мы первые года работаем очень много вкалываем но потом в будущем до до третьего поколения мы можем свой аккаунт передать так чтобы этот пассивный доход распространялся и на наших внуков так следующее часы работы да вот вы тоже это указали что в работе по найму есть определенные часы работы я когда работала в банке был такой у меня опыт что или когда же когда преподавал английский язык ты должна быть определенное время вот вот на занятиях например да то есть это это если ты опаздываешь в общем ну как бы это очень сильно сказывается на всем а здесь в атоме ты сам себе устанавливаешь часы работы но некоторые нас как вы написали работаем 24 на 7 потому что мы работаем на себя и это в кайф коллеги есть да в работе по найму здесь тоже есть люди с которыми мы работаем бок о бок это наши партнеры и спонсоры параллельно партнер из параллельных веток ну то есть все партнеры атоме это наши коллеги да так скажем клиенты и там и там начальство вот вы тоже написали про начальство что по найму обычно всегда есть до начальник и в атоме спонсоры но вам не начальник сам себе начальник но такая вот аналогия у меня произошла потому что некоторые люди когда приходят и знаем атоме не воспринимают атоме как серьезный бизнес как работу больше как хобби воспринимают я бы хотела чтобы вы воспринимали атоме как серьезную работу просто мы ее делаем по-другому чем нами мы ее делаем дома да мы работаем когда нам удобно мы здесь ни от кого не зависим но все зависит от нас и вот такие вот идеи следующий давайте поговорим насчет вот этого последнего пункта начальства самый несносный босс вашей жизни если идеи в чате пожалуйста вот я не зря упомянула про работу в банке это был мой самый ужасный опыт когда у меня был начальница она была прям знаете она за каждым моим действием наблюдала ей все не нравилось и я боялась что-то сделать не так и из-за этого я делала миллион ошибок то есть было бы у вас такой вот тоже просто напишите да или плюсик в чат или напишите вот может быть был такой опыт корот кратко да о да есть самый несносный муж босс он есть босс руководитель тот который не прав ошибки нового разного да который не может я опоздал да когда мы опаздываем но конечно начальник это всегда заметит и как как это называется даже накажет ну или поругает был такой человек несносно да ну были да у вас такие начальники с которыми сложно было намладить общий язык не было босса мне не понять было было у меня с начальством дошло до суда а ух который я выиграла супер сто процентов такой же больше был неадекват и сейчас в банке работа понимаю вас в банке очень так я бы туда сбежала как после месяца работы очень много ответственности на меня пытались переложить и ну да тяжело было были скупердяи супруга то не хотели повышать опоздала на пять минут писала объяснитель а вот так как это называется объяснитель был негатив выговор штраф первая работа первый опыт расчарования это стало для меня урок уроком была такая женщина всю жизнь я благодарна этому опыту последние 10 лет сама руководитель меня все любят ну замечательно мне всегда везло с боссами которые поддерживали и новым научили было и есть к сожалению у меня был начальник который заставлял записаться в моей покупательной продукции ну такой не этичный на никогда не ргалась но уважала я тоже работал банки сейчас на декретом отпуска ну это вам знакомо я рада до что вы тоже прошли такой опыт знаете о чем мы бывают такие боссы сама система давит напрягает нереальные планы огромная ответственность ну вот нам так и теперь к чему это я в атоме у нас нет начальника да или есть в атоме у нас есть начальник это мы сами и вам нужно быть самым несносным боссом в вашей жизни к вам по отношению к вам к себе понимаете вам вы должны прям за собой четко следить постоянно если вы лежите да вам ваш там инстаграм пустой срочно себя отругали и написали пост делали работу сели за свой рабочий стол понимаете чтобы вам добиться результата в атоме вам надо стать несносным боссом по отношению к себе к своей работе к своему бизнесу мы все хотим результата достичь в атоме да есть определенные правила да есть определенные правила игры нам нужно их выучить да вы как сказали экспертность чтобы появилась это все работа это работа посты это работа ролики снимать эфиры что еще работа общение любое общение в ватсапе когда вы общаетесь с партнерами клиентами это работа вот все что в чатах мы общаемся да мы спрашиваем как тот и другое делать этого работа да с партнерами с коллегами так скажем по цеху вот и моя мысль для того чтобы у вас появились результаты так как в атоме нам платит за результаты вам нужно к себе стать несносным почему это важно когда мы работаем из дома нам очень тяжело себя замотивировать когда мы на бана и мы работаем там есть начальник есть человек который нас подпинывает который там отчитывает за что-то какие-то ну что мы там не сделали в атоме вам никто ничего не скажет да вы потому что здесь нет никаких начальников но и это многих людей расслабляет я хочу чтобы вы не в эту ловушку не попадались и чтобы ваш босс начальник был всегда внутри и следил за вами здесь да это серьезный бизнес как мы сказали это международная крупная компания лидирующая которая мы уверены скоро пойдет в лучшую топ то есть на первое место до скоро войдет по млм и когда мы работаем на себя мы иногда расслабляемся и поэтому пожалуйста чтобы быть организованнее обязательно сделайте себе рабочее место и обязательно напишите да когда вы какие часы работы вы работаете следите за собой за каждым движением будьте для себя вот таким но это поможет вам достичь того что вы себе прописали вот в течение всего курса путь лидера первого месяца вы себе написали цели как вы видите себя ближайшее время в течение пяти лет десяти лет для того чтобы этого добиться вам нужно вот это вот привычку вот это вот начальника себе поселить в голове который не даст вам расслабляться потому что здесь кроме вас самих у вас не будет того человека который будет постоянно пинать толкать да у каждого это каждого бизнес свой собственный но конечно работа в атоме это подразумевает что у нас большая команда дружная команда и мы работаем в коллегиально да у нас очень много коллег партнеров и мы работаем в таком дружелюбном цехе приходит слово почему-то голову цехи таком дружелюбном коллективе вот коллектив работайте в чате спрашиваете это вот все у нас будет общение поэтому очень важный момент здесь да очень хочу быть строгим боссом наверное вот у вас самих желание такое быть строгим видимо не хватает вам да вот этого толчка пинка когда мы приходим в атоме с найма нам это непривычно и многим из ваших кстати партнеров и лидеров тоже это будет непривычно они будут расслабляться раскисать опускать руки именно из-за этого момента чтобы вот этого не было вам нужно четко определить да что вы себе сам здесь начальник и вам нужно быть самым ужасным начальником который когда-либо вы у вашей жизни без этого очень сложно организоваться самодисциплина вот это вот мотивация да это все должно исходить прямо из головы из вас самих потому что этому как бы вас никто не будет тянуть пинать толкать да это важный момент усвоить потому что мы тут сами себе голова да почитаем когда дисциплина важно в работе в жизни начальство напрягать не хочу меня не надо пинать ну значит кого не надо пинать у вас все отлично с начальником внутри он у вас прекрасно работает мотивирует самодисциплина просто не у всех есть и в этом вам поможет вот этот внутренний начальник пусть он постоянно вас подпинывает это важно организации до своего рабочего времени давайте теперь посмотрим другую аналогию традиционный бизнес и бизнес в атоме так так также у нас есть рабочее место работы техника да это когда вы традиционный бизнес и например и представьте чтобы открыли какой-то магазинчик и бизнес в атоме конечно же давайте посмотрим сразу что вас не слышно ну я думаю что только у вас наверное что-то с интернетом напишите пожалуйста в чате слышно прекрасно спасибо большое так бренд бизнеса да в традиционном бизнесе мы продвигаем какой-то продукт или какую-то услугу вот это вот у нас бренд и создавая вот какие-то рекламу мы именно вот это рекламируем если говорить о бизнесе в атоме мы продвигаем себя потому что люди здесь идут на людей и здесь важен лично вот этот бренд почему вас должны выбрать потенциальные партнеры клиенты а не другого партнера атоме в чем ваша индивидуальность чем вы отличаетесь и вот этот личный бренд мы конечно еще поговорим на эту тему но вот здесь вот важного именно вот это вот что почему к вам почему выбирать именно вас потому что конкуренция здесь большая правда же у нас нас много партнеров атоме все разные все индивидуальные личный бренд важен следующая оплата за результат выплаты за результат ну да в традиционном бизнесе да мы не платим например представьте что вы вы открыли свой магазин и вы там сами сидите пока да у вас пока нет служащих никого работников нету и вы получаете деньги только за продажи которые проходят у вас например да и также в атоме здесь вот они аналогичны то есть мы не платим никому за просто сидение вот определенных часов рабочих вот мы не получаем за это результат за просиживание так сказать определенных часов мы получаем выплаты именно за определенный результат сделали результат получили выплату сделали определенный товароборот получили выплату следующая престижность опять да престижность да если это какой у вас очень хорошо получается вести бизнес вы конкурируете и хорошо да тогда бизнес в атоме это свобода потому что компания уже намного все предоставили все инструменты для бизнеса нам ничего не нужно заниматься логистикой вот эти вот всеми моментами у нас уже есть интернет-магазин прекрасный и наша работа это только вот рассказывать о продукте рассказывать о компании дальше в традиционном бизнесе снова да есть часы работы в бизнесе атоме и сам себе устанавливаешь но помните да о том что сам себе устанавливаешь не значит что нужно там ну хорошо я себе установлю себе там полчаса работы в день тогда и результатов не ждите быстрых дальше партнеры и служащие да есть в традиционном бизнесе если вы открываете с кем-то это партнеры вы с ними делите свои доходы также и служащие да если кто-то работает на вас вы делитесь с ними дальше в атоме прибыль у всех своя каждый у вас свой чек каждому приходят выплаты каждую неделю именно на свой счет и это круто что здесь вы не платите кому-то за работу здесь вот все продуманные моменты клиенты и клиенты и там да и тут и там и тут и вот этот вопрос да просто некоторые люди и не восприниму как бы атоме воспринимают просто просто как интернет-магазин и такие будут люди и это классно да они делают вам товар оборот они покупают им все нравится и к ним нужно определенное отношение это клиенты нужно сразу до понять что это не не партнеры и им нужно определенный сервис оказывать и снова да в традиционном бизнесе сам себе начальники тут также сам себе начальник то есть это аналогия традиционный бизнес это вот схожая черта так тут в чате написали что клиентка мне сказала у тебя получится не бросает и не обманываешь это был лучший комплимент да когда мы получаем отзывы от клиентов или партнеров отзывы от тех кто попользовался продукции или какой-то даже может быть а у вас уже сложилось впечатление это очень мотивирует старайтесь вот эти все отзывы собирать где куда-то записывать может быть скриншоты делать сохранять и когда вам тяжело дорога не всегда бывает ровная когда вы испытываете какую-то трудности посмотрите на эти отзывы вам станет легче так самодисциплине в том что у меня проблема не в самодисциплине в том что при введении с игром не могу сломать себя и вести личный бренд выходить в эфир ну да нужно начать начать самое сложное в йоге самое сложное расстелить коврик слышали такое выражение в эфире самое сложное это выйти в эфир нажать эту кнопочку да снять не stories а эфир первые секунды это прям сердце но далее уже намного легче и вам даже будет нравится так как продвигать страницу да у нас будут такие занятия тоже второй уровень так традиционный бизнес это пределе и деньги в обороте дохода нет все в обороте кредит выплачивают в атоме чистый доход мы не вкладываем за сайт это ставку за логистику и так далее спасибо да согласна то есть облегчается намного наш бизнес так следующий момент тоже вариант рабочего стола идеального я бы хотела вот такой идеальный рабочий стол светло на компьютер что у нас еще здесь стул удобный мне очень важно чтобы рабочее место было светлым потому что у меня зрение немножко в минус один и если чуть-чуть плохой свет мне уже ну как дискомфорт поэтому и когда вы делаете любые фотографии посты на этом фотографии важен цвет эфира когда правой тоже важен цвет ну да тут пишет айнур что какая-то часть населения может даже небольшая порой негативно относится к сетевому бизнесу на этот случай нужно всегда иметь запасе скрипты так вот смотрите атоме да вот на первую картинку посмотрите атоме это огромная корпорация это компания которая захватывает сейчас весь мир мы часть этой огромной компании и мы так сказать личные бренды этой компании мы звезды и сама компания же предоставляет нам все все условия для работы и логистика да она занимает самые лучшие места продукции самого лучшего качества по этой цене всевозможные награды то есть это все компания сама делает для нас и делает это очень хорошо мы должны соответствовать этому и работ делать тоже от нас все зависящее очень хорошо компания международная вы можете строить свой бизнес в любой стране где уже открыта предрегистрация или открыт филиал и маркетинг план идеальный я думаю что это самый лучший маркетинг план потому что здесь все сделано для людей для нас для тех кто хочет добиваться результата кто хочет стать миллионером жить жизни своей мечты для этого все выстроено и любой человек даже без инвестиции без связи может дойти до империала догнать тех кто вот начинала 10 11 лет назад можно догнать то есть это вот в этом все эта компания предоставляет все что она делает делает она очень хорошо что теперь нужно от нас идеи вот здесь вот даже есть у меня вот такое вот постоянно генерировать идеи от нас нужно не только генерировать идеи да нужно их также и притворять в жизнь нам у нас нет начальника который скажет дело именно вот так да вот вот так нужно рекрутировать людей или вот так нужно строить бизнес вот так нужно рассказывать маркетинг план или рассказывать о продукте и такого нету и здесь очень важен креатив наш как вы сами это будете делать как вы это видите ваше видение и реализовать вот это видение в жизнь в виде роликов в виде ваших эфиров постов вот вашей работы в виде вашего отношения к клиентам к партнеру как вы выстраиваете эти отношения как вы вообще вот эти все аспекты работы в атоме выполняете и здесь очень огромное значение имеют ваши идеи ваш креатив мы должны быть постоянными генераторами идеи потому что нам никто не скажет как делать именно вот например мы хотим написать пост и мы можем посмотреть как это делают лучшие там у кого там миллионы ну то есть много-много лайков комментариев подписчиков можно поначалу когда у вас пока мало идей вы можете смотреть на них далее вы уже отталкиваетесь от своего собственного видения и делаете уже свой контент свои идеи притворяете в жизни это вот то чего не хватает атоме для чего вообще мы в чем заключается наша работа то есть сама компания предоставила нам все инструменты теперь что с этими инструментами будете делать вы какие у вас идеи и здесь очень круто когда вы работаете вместе со своими партнерами спонсорами все вместе да генерируете идеи вместе это делать еще легче и круче получается поэтому ну даже если у вас пока нет команды да вы можете делать это сами но это очень помогает когда вы вместе с кем-то работаете и вместе проще вместе легче так кирпич за кирпичиком мы вместе идем к успеху Наталья пишет оказывается в эфире ты ближе всего к людям хороший пост всего лишь пост а твое живое лицо аж побуждает людей прислушаться и сохранить твое видео супер так а вот я читала следующий момент ну давайте рассмотрим такой момент как шапка профиля да мы говорили об упаковке социальных сетей для чего это нужно чтобы человек не прошел мимо постоянно нам жизнь будет давать возможности шанс себя проявить и вот инстаграм это тоже шанс чтобы у нас росла росла структура появлялись новые регистрации вот когда вы нажимаете редактировать профиль выходит слева окошко а когда вы просто на свою да картиночку нажимаете на свою страничку заходите у вас вот такая картина и все начинается с имени name name вот эта вот строчка а нет 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 вот это имя пользователя вот самое первое что у меня здесь в квадратике прямоугольники Atomica Korea то есть как вы назовете свой корабль под названием инстаграм так он и поплывет здесь да нужно тоже придумать самим как вы думаете какой ник да аккаунт будет привлекать людей по какому нику вас будет легче найти может быть свой город написать может быть свою страну может быть как я Корея что это компания корейская можно не ограничиваться Кореей да кто-то global пишет кто-то ну все по-разному все потому что у всех свое видение и общая рекомендация такая чтобы было читабельно чтобы было запоминалось и не было слишком длинные вот идеально конечно когда вот одно слово ну такое сложно сделать можно нижними подчеркиваниями да эти слова дробить либо точками но вот такая вот опять же да я не могу сказать вам вот шаблон такой делайте вот только так пишите все как я потому что у всех по-разному у всех ну выстрелит по-своему кому-то зайдет именно вот ваше название и вот это важно чтобы вы сами придумали себе никнейм следующая аватарка качественная мы говорили с вами о качестве что даже можно сделать фотосессии вот это как раз фотография у нас с владимиром с фотосессии в центре там у нас красивая надпись о томе мы тут при параде макияже муж в костюме да то есть аватарка должна быть качественная хорошая хорошо бы было видно для вашей лица можно сделать крупнее но это уже на ваш вкус хорошо бы если бы вы улыбались на аватарке улыбка она притягательна и вообще когда вы записываете stories посты ролики эфиры улыбка что вам нравится что вы делаете это привлекает дальше вот где написано star masters владимир мика name это вот когда вы редактирует профиля это name строчка name по этой строчке многие люди находят вас поэтому вы можете сюда написать какие-то ключевые слова мы развили свой личный бренд поэтому я посчитала нужным что мы должны быть здесь вот наше имя имена вот следующее следующий прямоугольник это биография вот вот это вот биография здесь у нас ограничивает инстаграм биографии здесь нельзя написать да целую вот простыню но здесь поэтому нужно написать ключевые моменты а вас коротко вот что то что то выигрышное какое то это здесь тоже подумайте со своим куратором если вам сложно самой придумать можете посмотреть примеры и тех кто уже это развился кто давно работает не обязательно в атоме а вообще других и там нужно блогеров посмотрите звезд что они пишут здесь это важно это вот первое знакомство да с вами из-за этого маленького текста а вас должно сложиться первое впечатление поэтому сделайте так чтобы оно было выигрышным чтобы к вам захотелось в команду хотелось посмотреть ваш youtube хотелось посмотреть дальше вашу ленту и так далее stories кстати stories давайте тоже о них поговорим вот stories они для для сохраняются на 24 часа на сутки то что вы записываете и это невероятно приближает вас к вашей аудитории то есть некоторые люди даже не читают посты ленту но обязательно смотрят stories потому что ты знаешь что одна stories длится всего 15 секунд и то есть ты быстрее так узнаешь новости узнаешь как твои подписки что делают чем занимаются вообще ну как бы вот и это важно вести также stories не забывать про них потому что вижу что некоторые партнеры делают больше посты но забывают про stories но нужно делать и то и другое да мы с вами пахари мы трудоголики мы хотим результат поэтому хорошо бы в день делать 5 stories да если вы начинающий аккаунт ну 5 это минимально чем больше тем лучше показывайте себя показывайте с продукцию вот чем вы занимаетесь чем вы пользуетесь ваш вообще лайфстайл да как в прогулке вообще все что угодно как что вы считаете нужным опять же никто не скажет вам как нужно снимать stories что именно там должно быть это ваша личная страница это ваш бизнес что считаете нужным что считаете что поможет вам выигрышно смотреться да для новых регистраций для новых подписчиков что принесет вам регистрации вот снимайте думайте смотрите за теми кто у кого хорошо получается кто вам нравится какие stories вам нравятся тоже да подписывайтесь на них изучайте смотрите учитесь следующее топ-линк это что такое вот это вот синенькое это у нас сайт строчка сайт в редактировании когда мы начинали мы вроде ставили atomi.ru что ли или qr сайт да но почему не стоит ставить сайт потому что ну как в команду да вам придет человек то есть он вообще уйдет в другую сторону на сайт или он увидит цены не для не зарегистрированных ужаснется и убежит то есть то есть сделайте так чтобы вот заходя на сайт человек вам зарегистрировался в команду узнал о компании и это хорошо помогает в этом топ-линк да он помогает дать информацию вот как бы расширить информацию вашего профиля потому что она очень лимитирована да stories также помогают больше узнать о вас сайт помогает больше узнать о компании вот если человеку вас все заинтересовало привлекла ваша биография ваши посты stories и теперь он хочет узнать больше да попробуйте топ-линк это расширенная ссылка то есть здесь идет мультисылка где вы можете и сайт прикрепить и каталог и ссылку на свою регистрацию можете сразу регистрацию поставить в свой топ-линк если вы оплачиваете топ-линк вот можно поставить свой ватсап то есть многим людям наоборот это ближе даже когда вы ставите свой ватсап то есть многим даже проще да сразу написать вам расскажи мне подробнее о компании то есть вы уже скидываете вы уже начали контакт с этим человеком далее вот это вот что такое эти кружочки да они делаются из ваших stories то есть ваши stories на сутки которые самые лучшие вы можете отобрать и сохранить в вечные stories или также они называются актуальные актуальные вот и вы сами можете тоже их оформить вы можете выбрать любую обложку то есть любая stories может стать обложкой вот и для чего это нужно также сширение вашего профиля то есть можно разбить актуальное по темам и хорошо да если у вас будет именно это актуальное это потому что вот вот в посты там нужно искать определенную тему а здесь уже все по темам разбито и так намного легче вашему потенциальному партнеру или просто подписчику узнать больше об атоме или о вас а здесь вот я вот по-русски где-то по-английски ну ведь недавно я добавил Турцию поехали в Турцию запечатлели все в stories и я не сделала актуальные тогда и тогда я вернулась в архив здесь вот три строчки такие да три палочки есть нажимаете нажимаете архив и там вот все ваши stories они сохраняются вот для чего вам нужна память огромная чтобы вот эти вот моменты вот вам инстаграм не говорила да чтобы все вам уже пора менять память то есть вы всегда можете ну это вот очень удобно вы можете в архив вернуться и из этого архива также себе актуально сделать я например забирала в свои удачные наши stories с Турцией и сюда поставила то есть для чего это нужно опять мы показываем что в атоме можно отдыхать работая совмещать вот эти два две замечательные вещи путешествие и работу так следующий момент это сама лента наших постов мы поговорим да подробнее об этом о контенте да это называется контент да вот это все ваши посты здесь общее правило чтобы было качественное фото или видео чтобы обложку загружая любое видео позаботьтесь об обложке потому что иногда бывает что новички у нас опубликуют какое-то видео а в начале там идет черный экран а потом видео начинается вот некоторые видео именно официальные о томе они так начинаются с черного экрана и когда вы загружаете именно это видео не редактируете обложку не выбираете удачный кадр из этого видео это смотрится не очень да в вашей ленте черный квадратик или неудачный какой-то момент поэтому сейчас в инстаграме это очень все легко делать раньше такого не было раньше загружаешь как есть историс не было да то есть сейчас инстаграм он максимально ориентирован на бизнес поэтому очень все удобно и продумано дальше где брать посты многие спрашивают посмотрите на официальные странички инстаграм атоме инсталок например также зайдите в подписчики кто в атоме инсталок подписчиках также атоме рус офишал тоже посмотрите в подписчики зайдите там все странички официальные атоме в мире да там и малайзия корея юкей даже уже есть в общем турция тоже классные фотки берите здесь вот можете прям скриншот делать и брать себе для постов видео также можно загружать вы можете спросить да или вы не знаете что как делать зайдите в гугл напишите как скачивать видео с инстаграм вам сразу придет ответ не знаете как делать пост так и напишите в ютуб зайдите посмотрите ролик обучающий на эту тему как сделать пост также вам сразу придет бесплатный ответ подружитесь google с ютубом если вы что-то не умеете что-то чему-то хотите обучиться не обязательно проходить какие-то курсы это все можно делать самостоятельно также ваша экспертность будет расти с практикой чем больше вы будете делать эту работу эта работа да она важная работа мы себя свой личный бренд также развиваем в соцсетях у вас будет расти экспертность вы будете делать это каждый раз лучше первые посты у меня были тоже такие смешные я себя сейчас смотрю там я в очках короткими волосами но это первые посты это для меня очень важно я это никогда не буду удалять это ну очень круто то чего я начинала это мне это просто умиляет вызывает улыбку и тоже показывает вам рост вы можете посмотреть на мои первые посты наши первые эфиры наши первые видео ролики да и вы будете тоже стесняться свои первые ролики первое время но нужно побороть себе это потому что понимая что с кирпичик за кирпичиком будет у вас увеличиваться экспертность уверенность вот все что вы хотите что вам не хватает это будет у вас ну придет главное не сдаваться не опускать руки также да как откуда приходят регистрации это инстаграм а также это фейсбук это ютуб это все социальные сети где вы активны тикток кто-то работает вот смотрите мне понравилось да сегодня искала красивую страничку ютуб в ютубе тоже есть свои определенные правила упакования тут есть вот такое фото да оно очень такое качественно должно быть оно должно быть именно формата для ютуб расширенное тоже поищите сделайте там если не знаете как это делать опять же спросите ютуб можете спросить в чате нашем да спрашивайте также в чате для команды это ваши 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 возможности да узнать может быть у кого-то уже есть готовые видео ролики которые работают которые нравятся но всегда да знаете что у всех свое видение поэтому мне например легче спросить да у google я захожу на ютуб выбрала вот такое ну знаете что мне понравилось здесь красочно очень это блок влог да видеоблог о косметике девочки две девочки очень экспертные мне понравилось то что все о чем они рассказывают они очень хорошо готовятся к своим роликам очень качественная у них картинка на видео у них есть представление да когда привет с как дела меня зовут так то и тут раз и такой такой шаблонный ролик который они ставят на представление своего канала вообще себя что еще понравилось обложка к видео должна быть в ютубе обязательно то есть видите каждый раз вид у них обложка здесь обложка здесь обложка это они делают самостоятельно ну как бы можно это конечно кому-то платить но на первом начальном этапе это конечно мы делаем все сами профессиональные ютуберы например они да они уже занимаются только вот записью роликов они не успевают еще и все оформлять вот это можно делать через приложение канва я это делаю вот так там бесплатно там очень много шаблонов и вот как оформлять свои ролики для чего это нужно это так ютуб работает просто если вы загружаете ролик на ютуб начинаем да еще кто такой загружаете его выбираете то что ютуб сам предлагает какой-то фрагмент из вас его видео и это не работает и это видео не смотрят ну как правило почему потому что здесь тоже есть свои правила у ютуба когда он предлагает ваши видео а он будет предлагать ваши видео другим людям то человек у него глаза разбегаются да посмотреть какое-то определенное видео и чтобы захватить именно внимание как можно больше просмотров охват повысить свои странички это вам нужно завлечь и это вот привлекательной такой картинкой текст можно там написать какие-то миниатюрки скалкалаш да здесь на девочек смотрю и название важно тоже что такое цепляющее интересно и такое название с ключевыми словами по которым вас найдут у нас есть идут регистрации с ютуба также не забывайте что это тоже наш рабочий инструмент фейсбук здесь я взяла страницу талики у нее кажется ну на русскоязычном пространстве у нее самая обширная аудитория самая большая группа в фейсбуке смотрите обязательно и ну подписывайтесь да тут для и очень мне нравится что у талии постоянно идут посты они связаны с инстаграмом да можно свои посты автоматически в фейсбук дублировать а также у нее идут постоянно какие-то полезные посты либо просто вот как здесь фрайды написано да ну типа с пятницей вас или там какая у меня тип кожи или вот что-то для здоровья посты полезные идут постоянно да вот думать когда сделаете контент делать его регулярным а также думать о том что будет интересно почитать вашим подписчикам как в инстаграме так и в фейсбуке потому что нам важны вот эти вот лайки комментарии репосты это все важно для того чтобы наша страничка она стала популярнее ее чтобы фейсбук youtube инстаграм они сами и вас рекламировали дальше да вот это мне очень понравилось выражение что зона комфорта комфортно временно ну очень глубокая здесь мысль что вот мы держимся за эту зону комфорта а время то идет перемена меняются все меняется и особенно с пандемией просто наше будущее настолько приблизилось и все идет с такой скоростью что ну совершенно некомфортно только в одном месте в одном в одном супе так говорится всегда нужно обучаться нужно постоянно себе себя выталкивать да из зоны комфорта пробовать что-то новое делать то чего мы боимся расти и одним словом давайте посмотрим на следующую картинку выходи из зоны комфорта есть четыре зоны как нам выйти из зоны комфорта первая это зона комфорта чувствуешь безопасность и контроль следующая зона это зона страха мы боимся выходить из зоны комфорта но мы делаем это все равно что мы здесь чувствуем неуверенность ищешь оправдание да думаешь зачем все это нет я боюсь зависишь от чужого мнения что же подумают другие вот я сделала этот пост о себе написала почему я в атоме теперь вот все друзья мои увидят ну похоже проходили наверное да многие зону страха здесь очень много неуверенности но мы если вы побороть сможете это побороть вы идете в следующую зону если не сможете то возвращаете зону комфорта которая комфортно временно следующая зона обучения идет встречаешься с проблемами и сложностями ну конечно да приобретаешь новые умения расширяешь свою зону комфорта зона обучения если вы проходите зону страха если вы прошли и зону обучения прошли да перебороли эти проблемы сложности новые какие-то умения навыки приобрели расширились и тогда вы выходите в зону роста да у вас уже вот это черное не беспокоит здесь мы что делаем ставим новые цели достигаем цели находим любимое дело независимо от чужого мнения зона роста четвертая зона если мы смогли перебороть все зоны до этого да научились обучились и растем ну это вообще то для чего мы пришли на эту землю я считаю что для роста не для того чтобы сидеть в своей скорлупе постоянно расширять свой потенциал на все сто процентов это круто да ты чувствуешь что живешь когда ты растешь поэтому всегда стремитесь к этому это пакман да похоже на пакман который может вас съесть если вы слишком долго будете в зоне комфорт дальше правило десяти раз я услышала это недавно от пакхангиля основателя атоме он сказал да сложно да делать это что-то впервые делать пост или пригласить незнакомого человека в бизнес это сложно как это перебороть делать это 10 раз делайте 10 раз в одиннадцатый раз вам будет уже проще вы сможете сделать это лучше главное вот эти 10 раз перебороть себе кто-то говорит 21 раз да чтобы появился уже привычка но пакхангиль говорит 10 раз 10 сделайте пригласите расскажите десяти людям для 11 человек уже проще будет Итак, во всём, что вы хотите, к чему стремитесь, выход из зоны комфорта, помните про правило 10 Так, следующее, Наталья пишет, сомнения, любая деятельность вне зоны комфорта порождает сомнения, ибо это неудобно и беспокоит, ну да, конечно, нам не хочется выходить, у нас всё-то хорошо вроде, но на самом деле мы-то стремимся к большему, мы хотим стать миллионерами, империалами, для этого нам нужно очень хорошо вырасти, то есть без этого никак мы не сможем продвинуться вперёд, если вы не растёте, поэтому помните, что зона комфорта – это зона бедности, нам нужно идти к зоне роста, да, вот, зона роста. Следующее, как раз, да, то, что многие стесняются вас сделать – проводить эфиры. Что можно ещё сделать? Подготовить, да, внешний вид, ну, конечно, как… Нам, наша цель – это чтобы не просто человек пришёл на наш эфир, но и остался там, и того, как вы выглядите, это важно, потому что мы работаем с вами в косметической компании, в компании, которая заботится о здоровье, да, выпускает продукты здоровья, красоты, эко-продукты и так далее. То есть, и также у нас такой бизнес, который прокачивает вашу личность, то есть здесь нам нужно быть хорошо, классно выглядеть, уверенно держаться. Фон, позаботьтесь о фоне. В Zoom, например, это классно, да, тут виртуальный фон есть, поставил любую картинку, какую хочешь, в Инстаграме, в Stories, да, возможно, есть тоже такая функция, но лично я, я всегда выбираю фон, который светлый, свет важный тоже момент, просто фон, он не должен отвлекать людей от вашего, то, что вы говорите, вашего послания. Да, и свет уже важный, хорошо снимать эфиры, делать, когда у вас много света, да, у нас есть вот такие вот кольцевые лампы, студийные лампы, такие зонты, но дневной свет, вот если вы нам не можете себе позволить пока купить свет, то дневной свет используйте, он очень хорошо, выигрышно смотрится. Чем, когда темно? Темно, это прям очень, не очень. Подготовить план, что вы будете говорить, если даже вы снимаете ролик тоже, что вы будете говорить, и вам нужно тоже, если вы снимаете ролик, да, скажем, для Ютуб, то Ютуб смотрит, как долго человек смотрит ваш ролик, как долго он, вот этот момент, да, и вообще вот все люди, смотрят они до конца, тоже важный момент, это поднимает популярность, охват вашего ролика и вашей страницы. Поэтому, когда у вас есть план и четкая речь, это, конечно, интересно, и хочется досмотреть до конца, что у вас выстроена стратегия вашей речи. Гарнитура. Важно, потому что как вы звучите громко или тихо, вас не слышно, это тоже, ну, влияет очень сильно, да, сейчас, потому что вы огромной конкуренции не забываете, человек найдет эфир, который идет с хорошим звуком, с хорошим светом, подготовьте все эти моменты, не делайте так, чтобы вот эти моменты, они испортили то, что вы хотите сказать, чем вы хотите поделиться, какую-то пользу принести, потому что эти моменты сейчас важны в нашем современном обществе. Позаботиться о тишине, обеззвучный режим, дети, да, это все, вот эти моменты, мы с вами позаботимся, чтобы не отвлекаться самой, самому, а также, чтобы вас, ваши, кто вас смотрит, они тоже не отвлекались, потому что стоит им отвлекутся, отвлечься, стоит людям отвлечься, они уже все, не будут вас слушать, поэтому, чтобы вот этих моментов не было, позаботьтесь заранее. Сохранить эфир не забудьте, да, если это в Инстаграме, да, потому что любой эфир – это какой-то контент для вашего продвижения, для вашего построения отношений доверительных с вашими подписчиками. Это, кстати, я помню, когда мы проводили эфиры, стоило нам закончить эфир, приходила регистрация. Классно же? Это вот действительно эфиры работают, поэтому используйте этот инструмент. Поставьте обложку, если вы, скажем, это ролик, да, на Ютубе, это обязательно, если это в Инстаграме, иногда можно оставить, какая есть, но что делает Инстаграм, например, с эфиром, да, он их обрезает сверху, снизу, если вы проводите двойной эфир, у вас будет, ну, обрезана голова у верхнего и низ у нижнего. Чтобы этого момента избежать, возможно, подготовить обложку заранее, уже подготовить ее в формате том, посмотрите, да, если вы не знаете, какой формат, посмотрите видео в Ютубе, спросите, какой формат обложки для IGTV, например. И поставьте, как только закончите эфир, сохраните его, и вы можете, есть такая, сейчас появилась опция, поставить свою обложку, то есть у вас лента будет уже с этой обложкой, очень красиво смотрится. Но, да, вы можете оставить, как есть. Дальше продвигайтесь, да, стараться везде, в сторис, поставить свой эфир, там, в чатиках тоже вставьте, напишите, вот, мы провели эфир, поддержите, пожалуйста, посмотрите, ну, как бы, продвигайте свою работу. И хэштеги, да, тоже помогают. Например, из последних хэштегов joinatomy, вы можете использовать. Так, так, давайте здесь сначала, да, пойдем. Я вот так сделаю. Ой, нет, сейчас, минуточку. Здесь просто много текста, чтобы вас не отвлекали эти моменты. Вот так сделаем. Пак Хангель сказал, что вера невидимая, это и есть истинная вера. И почему я использую это в нашем сегодняшнем занятии, личный бренд? Потому что делая первые шаги в продвижении своем, ты не сразу видишь результаты, и многих людей это демотивирует, опускаются руки. Здесь нам нужна непоколебимая вера в невидимое, в то, к чему мы стремимся, в нашу цель. Нам нужно верить, что мы достигнем этой цели. И это все, что мы делаем, это помогает нам приблизиться к этой цели. Нам нужно знать это и точно верить, точно знать, что именно так и есть. Это истинная вера. Так, вера в невидимое, да. Сначала мы визионеры, да, в настоящем, а в будущем миллионеры. Поэтому верьте в себя, во-первых, что у вас все получается. Неважно, да, что у нас немножко язык заплетается, мы еще не суперэкспертные, но мы движемся в этом направлении, мы обучаемся сегодня, да, у нас очень много людей обучается, все молодцы, делайте просто эти шаги. Верить, что каждый шаг приближает вас к вашей заветной цели. Использовать больше 5% потенциала. Наверное, слышали, да, что люди, большинство людей используют только 5% своего потенциала. И я верю, что 95% они скрываются именно вот в невидимом потенциале нашего воображения. Наше воображение, оно может такие дела сотворить с нашей жизнью. Мы можем все, что угодно достичь, если мы в это верим. Все, что вы делаете в Атоме, приносит результат. Любой пост, эфир, сториз, ролик, рассказ об Атоме. Кому-то рассказываете? Кому-то рассказали? Это тоже, да? Покупка на сайте. Сами купили? Это у вас уже готовый инструмент, с чем работать, какой пост писать, или сториз, или ролик можно сразу сделать, да? По вашему отзыву. То есть много идей, когда вы сами покупаете. Купили сами, и этим самым как замотивировать? Это купить самому, пользоваться, и так вы замотивируете остальным. Смотрите вот такие картинки. Пусть ваше воображение, ваш 95% энергии работает. Кстати, мы говорили о семье Цукербергеров, основателей Facebook. Вот это они здесь живут, их дом. Используйте, да, вот эти вот карты желания. Это же всё работает. Это ваши мечты, цели, сценарии жизни. И я, например, человек, которому ближе к картинке. В картинках уже себя ощущаешь там и проживаешь там. Вот чувствуете вот бассейн, да, внизу? Как вы лежите вот в этом джакузи, и пузырьки выходят, и массажируют вам во спину, да, поток воды. Вы там с любимым человеком, смотрите какой-то любимый фильм вокруг моря, вокруг вы на палубе, свой супер. Если вы летаете, то только бизнес-классом, вам суперудобно. У вас свой самолёт, машина. То есть не ограничивайте свои, своего воображения только вот тем, как живут, например, ваши друзья, близкие. Смотрите на лучших, да, на самый топ. Поэтому мне нравятся эти картинки тоже. Вот Тейлор Свифт и живёт в этом доме. Мне очень понравился этот дом, прям на берегу моря, классный, да. Прям звёздный такой дом. Дональд Трамп, да, вот так вот. Это его дом, его семья. Вот так они обедают или завтракают. Да, больше на завтрак похоже. Классный же, супер. Это основатель Лореаль, тоже миллиардер. Вот так вот, да, на пенсии в своём доме красивом. Там вот такие огромные поля вокруг, свой сад. Супер. Огромная территория. Цветы. Вот так. Только так, а не иначе, да. То есть мы вот так вот живём. Дальше, да, многие также говорили о том, что личный бренд — это какая-то своя фишка. И тоже я так считаю, что мы все индивидуальны. И давайте... Свой остров хочет Полина. Классно, классно. Да, остров Атамианцев. Давайте сделаем. Казахский Дастархан. Так. Своя фишка должна быть у человека, да, у личного бренда. Это то вот, когда, например, говоришь какое-то имя, и сразу всплывают ассоциации. Давайте сейчас поиграем. Какая у вас ассоциация, какая фишка у... Ой, ой, это мне надо вот так вот сделать. Фишка у Пакхангиля. Напишите, пожалуйста, в чате, что приходит на ум, когда вы вспоминаете Пакхангиль. Шляпа. Мудрый. Да, это его фишка. Во всех выступлениях он в своей шляпе. Его ни с кем не перепутаешь, правда? Помада. Страсть. Очень страстно. Как он выступает? Юмор. Да, усы. Да, классно. Супер. Давайте следующие. Талии Мунгём. Ким. Знаете, да, кто это? Яркие. Красная помада. Позитивные, эмоциональные, успешные. Добрые. Да, я тоже бы сказала добрые. Дружные, щедрые. Щедрые. Класс. Владимир и Мика. Что вам приходит на ум? Спокойные, добрые, идеальная пара. Любимые, светлые, улыбка, Мики. Спасибо. Тар-мастера. Отзывчивые, добрые, юные. Юнаша. Спасибо. Песня Атомик. Супер. О, щедрая и любовь. Ваша песня. Единство. Классно. Атомика. Веселый, приятный. Супер. Спасибо вам большое. Следующие. Стелла Хигай. Да, это вот люди, которые выстроили свой личный бренд. Какие ассоциации у вас? Стиль. Мудрость. Мудрая. Леди. Улыбка. Спокойствие. Мудрость. Элегантность. Свобода. Психология. Мудрость. Улыбка. Доброта. Веселая. Реткостный человек. Решительность. Оратор. Спасибо. Я думаю, Стелла вас услышала. Александр Ким. Мастер Широнской розы. Его команда называет босс, да? Биг босс. Бизнесмен. Отец босс. Да, вот тоже у меня статя такая пришла. Дорого. Спать. Запомнили, да? Он сказал один раз, и вы запомнили. Это с ним ассоциируется. Предприниматель. Юмор. Юморист. Империал. Прикольный юмор. Бизнесмен. Спать это дорого. Супер. Катрин Костай. Красивая. Красота. Да, красотка. Мама пятерых детей. Деньги, да? Модель. Блогер. Да. Молодецная мама. Супер. Вы прекрасно знаете наших лидеров. Широнских роз. Бизнес-леди. Клевая. Супер. Следующая. Наталья Шин. Наталья Шин, кстати, с нами. Давайте послушаем. Какие у вас ассоциации с Натальей Шин? Умная. Мудрая. Мозг. Яркая. Бизнес-вумен. Цель и устремленность. Учитель. Энергия. Супер. Тактичная молодость. Мега-мозг. Трудолюбие. Утонченность. Оратор. Уверенная. Супер. Добрая. Спасибо. Следующая. Шляпа ведьмочки. Да, на одном корпоративе. Марина Югай. Предыдущий урок она проводила. Марина Югай. Мастер Широнской розы. Я взяла до мастеров Широнской розы нашей команды. Доброта. Приятная. Мотиватор. Огород урожай. Да, вот она сказала об этом, запомнилась. Веселая, добрая умница. Коуч. Яркая. Психолог. Нежность. Мудрость. Обаяние. Зажигалка. Огород. Огурчик. Коуч. Плантация. Умные истории. Да, она таки рассказывает. Да, настоящего, будущего. Вот эта машина времени. Помните? Угу. Полет в будущее. Красная помада. Тренер. Следующая. Карабашева Елена. Помните? Они с Катрин Костая, это мама Катрин Костая, вместе проводили эфир. Бизнес Чуйка, да, Марина Югай, помню. Помню эту тему. Мудрая мудрость. Мама Катрин. Востеприимство. Кто-то, да, был уже в офисе у Карабашевой Елены. Мама. Семья бизнес. Семейный бизнес. Помните эту тему. Супер. Востеприимная. Уют. Молодая бабушка. Добрые глаза. Иван Леончук, знаете, да, я думаю, что тут присутствуют также партнеры Ивана Леончука, руководитель центра в Москве, байкер, точно, он такой, жуу, рисковый, не знаем, ну, да, это тоже мастер Шаронской Розы, решительный, строгий, рисковый, такой, да. Вячеслав Ким, мастер Шаронской Розы, брат Александр Ким, я думаю, с корпоратива очень хорошо, он себе личный бренд построил. Юмор, да, шустрый, спокойный, любимчик. Экспрессивный, я думаю, это про Ивана Леончука, наверное. Добрый, классный, супер, спасибо. Остатный, добрый. Ну, еще несколько имен. Алина Ли, мастер Шаронской Розы. Что вы мне скажете? Интересно, какой личный бренд, какая ассоциация с Алиной Ли? Умная. Мама в декрете. Холодный контакт, да. Как-то она провела урок по холодным контактам, все, это прям такая ассоциация крутая, потому что она так круто провела его. Мамочка в декрете, да, она так себя пасценирует. Мягкая, мудрая мама Максюши, энергичная королева холодных контактов. Мама в бизнесе, оратор холодных контактов. Следующая. Карл Гаш Турзбекова, мастер Шаронской Розы. Душевная, добрая, да. Кто видел ее недавнее выступление, как она рассказала о себе, мы проводили с Карл Гаш, семинар на казахском языке. Шемкенская Роза, да. Искренне спокойная, приятная, душевная, приятная, добрая, мудрая, спасибо большое. И Айжамал Матмуса, вы тоже мастер Шаронской Розы. Какие ассоциации у вас с Айжамал? Откуда Айжамал у нас? Да, у меня звезда Кыргызстана, да. Да, будущий мастер, звездный, пока мастер Шаронской Розы. Кыргызстан, да, у меня тоже, она руководитель центра в Бишкеке, полет, мотиватор, супер, скромная она еще, да, умница, ракета. Пунктуальность, вот кто-то пишет, супер. Вы все молодцы, что еще сказать? Согласна. Да, спасибо вам большое. Это лидеры Атомии, уже состоявшиеся звезды. Вот у меня есть такой слайд «Звезда Атомии», и это не только о ранге, да. Конечно же, ранг, он дает вам определенную значимость, определенный статус, но также вы уже можете почувствовать себя звездой Атомии без ранга. Начиная делать только первые шаги, скажите себе, я звезда Атомии, я модель Атомии, да. Снимите какой-то ролик, как будто вы модель, вы там помаду рекламируете. Я амбассадор, да, я лидер. И как вы позиционируете себя, вот именно вот это вот несите в люди. Да, тут в списке только мастера Шаронской Розы выше, потому что очень много лидеров. Да, обязательно в следующий раз тоже обо всех поговорим. Ну, я думаю, что у каждого из вас есть своя звезда Атомии, да, кто вам запомнился. Вот посмотрите на того, на кого вы равняетесь, и что вам нравится, вот какое качество. Видимо, к этому качеству вы сами стремитесь. И запишите себе, вот какие качества у этих звезд есть, которые вы бы тоже хотели у себя иметь. Как вы хотели бы, чтобы вы ассоциировались у людей? Вот видите, сколько прекрасных слов вы написали о наших топ-лидерах, о Шаронских Розах и выше. Вот подумайте, как бы вы хотели, чтобы о вас говорили. Значит, какого рода ролики вам нужно снимать, какого рода посты, stories вам нужно делать. Вот как выстроить свой личный бренд, чтобы получать вот такие комплименты, да. Это, конечно же, успешность, это, конечно же, трудолюбие, самодисциплина. Вот очень много таких качеств сильных, которые помогут вам стать звездой. Также, так как вы звезда, вам нужно везде светиться, везде, где только можно. Это и семинары, а то Мирус не забывайте, да. Это прекрасная платформа, чтобы себя показать, проявить, сделать классный ролик, также используйте его дальше в продвижении, если лидеры ваши делают семинары, тоже участвуйте там везде, как спикер, если не как спикер, пока в чате тоже участвуйте, пишите, заявляйте о себе везде, где только можно, потому что от этого очень сильно будет зависеть ваш бизнес, от вашего личного бренда. Хотели бы вы, напишите в чате, пожалуйста, чтобы к вам люди сами шли на регистрацию, в команду, а это происходит у звезд Атоми. Да, Саша Ким пишет, спортсменка, комсомолка, умница, просто красавица, конечно. Кто бы не хотел, очень хочется, хотим, да, безусловно, очень. Ну, конечно, это круто, это очень здорово, это будет так, когда вы настройте свой личный бренд, вот для чего мы это все делаем. К вам люди сами будут идти в команду, сами проситься, но для этого нужно подделать определенную работу. Вот как в Атоме, да, пассивный доход, сначала нужно же активно проработать его в какой-то период, а потом уже всю жизнь, кстати, империалом уже получать от этого выплаты до третьего поколения. Также и вот эта репутация ваша, ее сначала нужно заработать, затем она будет приносить вам выгоду. Ваша репутация, ваш личный бренд уже будет работать на вас, как вот эти люди все, от которых вы говорили, да, и также все звезды Атоми. Ну что, домашнее задание, друзья, у меня тут такое задание, или ролик о себе, да, вот себя снять на камеру и рассказать о себе, свой путь в Атоме можно, или пост о себе, но за ролик вы получите больше баллов, потому что ролик это сложнее, да, чем просто поставить фото и написать текст о себе. Ну это тоже круто, это тоже работает, да, это помогает доверие, контакт наладить с вами. Поэтому выбирайте, заработать на два пункта больше баллов, либо сделать пост, ну, как мне кажется, нужно на максимум уезжать и сделать ролик о себе, это классно, познакомить свою аудиторию с собой, с вашей собой, звездой Атоми. Вы звезда. И совместный эфир с напарником с обучением. Ну, то есть, если у вас еще нет напарника, выберите человека, да, с обучением, проведите вместе эфир. Вместе делать это легче. Не забывайте потом обложку, про обложку, да, что Инстаграм, если вы сохраняете это видео, он обрежет верхнюю и нижнюю часть. Поэтому сделайте совместный эфир с напарником, за это получите 5 баллов. И на этом мы заканчиваем первый уровень обучения. Уже есть пост о себе, сделайте ролик. Я думаю, что роликов не так много делали еще у нас обучающиеся. Я стесняюсь. Это зона комфорта, ваше стеснение. Вспоминайте, да, давайте опять. Где же, где же, вот. Чувствуете безопасность и контроль, когда вы в зоне, ну, разве вы растете? Растет ли ваш бизнес, пока вы стесняетесь? Переходите в зону страха. Конечно же, вот это вот, я говорила, да, первые секунды эфира, это просто вот столько нервов у тебя. И когда садишься за эфир, я, знаете, какая нервная. Но это надо перебороть просто. И когда вы начнете эфир, сделайте первый раз, да, сделайте 10 эфиров, и вам уже настолько будет классно, круто, и вы будете просто кайфовать от этого. Зона страха, потом зона обучения, да, вы посмотрите на свой эфир, или можете даже не смотреть свой эфир, как советует Алина Ли, да, например. Можете, если стесняетесь себя, не смотрите свой эфир, просто делайте следующий. А если все-таки вы хотите, да, посмотреть на свои ошибки, какие вы делаете, что вы делаете хорошо, что вы делаете, ну, какие-то комментарии себе же сказать, то вы можете пересмотреть, и это зона обучения. То есть вы сможете здесь обучиться, в следующий раз эти моменты уже улучшить. И тогда в зоне роста мы растем, достигаем наших целей, и мы становимся звезда Атоми. Обязательно кто-нибудь согласится стать вашим напарником, Арианна. Да, сохраните эфир, это круто. Ваш личный бренд раскрутит. Вы заявите о себе всему миру. Обязательно кто-нибудь посмотрит ваш эфир, хоть даже на первые эфиры приходит мало людей, но с каждым эфиром все большее. Чем больше пользы вы даете, чем больше вы отдаете, тем больше вы будете получать. Давайте себя. Мы в этот мир пришли, чтобы дарить свой потенциал, чтобы раскрываться, чтобы... Я думаю, что вы в Атоме пришли тоже по этой причине, чтобы расти. Вырасти не только ваши финансы, но также как человек давать, дарить, делиться, побороть себя, научиться делать эфиры, да, стать звездой экрана, получать от этого удовольствие. Супер жилпус. Куда его выкладывать? Куда хотите. Ну, это же Инстаграм эфир у нас получается. В Инстаграм выкладываем. То есть это... Не забывайте, вот когда эфир закончился, его можно сохранить. Если вы этого не сделали, все, он удаляется навсегда. То есть что нужно сделать? А, ну вот как, да, выполнить домашнее задание, чтобы... Сделайте скриншот, что вы на эфире с напарником. Вот. Ролик о себе, да, ссылку на свой ролик или на свой пост в куратору скиньте, и скриншот своего эфира также куратору. Либо можно ссылку на свой эфир, если его сохранить. Нет опыта, страшно, надо попробовать, но пока для себя. Вдруг не получится. Получится. Слушай, такие суперские. Вы все прошли первый уровень получения путь. Лидера. Лидер. Нет, это не зря такое название. Вы все лидеры. И так себя нужно позиционировать, если вы хотите достичь успеха здесь, в Атоме. Ощущение, как будто надо нырять в воду. Согласна, да. Это некомфортно делать, да. Вот как мне нравятся высказывания, если вы хотите получить то, что никогда не получали, да, это 100 тысяч долларов в месяц, нужно делать то, что вы никогда не делали. Конечно, это дискомфорт. Мы выходим из зоны комфорта и растем. Мы растем на встречу своему успеху, потому что это важно. Мы хотим вырасти, мы хотим большие чеки, мы хотим жить жизнью своей мечты, а не быть в уголке серыми мышками. Мы звезды. Ощущение, да, это я читала. Спасибо всем большое за вашу обратную связь. Мы сегодня очень много работали, да, в чате. Всем спасибо, что вы отвечали на вопросы, на задания, это тоже, да, вы тоже прокачивали свой личный бренд, тут ваши имена высвечиваются. Вы стеснение можете побороть, это классно, тоже в чате, в чате это тоже мы стесняемся иногда что-то писать. Нужно везде все писать, везде появляться, светиться. Мы суперяркие. Спасибо всем большое. Да, мы заканчиваем наше обучение. Первый уровень заканчивается. Домашнее задание принимается до воскресенья. Чем раньше, тем лучше. И со следующей недели у нас второй уровень путь лидера. Еще круче, еще выше, лучше. Спасибо всем большое. Надо съесть лягушку, пишет Айгуль. Точно. Согласна с вами. Вы все молодцы. Вы все можете. Побольше уверенности в себе. Кто не уверен в себе, попробуйте яркую помаду, как у меня. Погромче свой голос. Вы молодцы. Все суперские. Молодцы, что дошли до самого конца. Первого уровня. Как следующее? Это воскресенье у нас. Да, у нас осталось не так много времени. Помните, время у нас быстро очень уходит. Чем быстрее вы будете делать, тем лучше. Не нужно тянуть до последнего. Спасибо, было очень полезно. Спасибо вам. Мы очень рады быть полезной для вас. У нас девиз. Служить в смирении. Служить. Мы делимся с вами всеми нашими наработками. Все, что у нас работает, мы с вами тут же делимся. Спасибо. Ну, все, мы заканчиваем. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо.